SCP-2075. Путь всякой плоти. Объект SCP-2075. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-2075 следует содержать в изоляции внутри блока содержания, который при необходимости возможно герметично запереть. Ежедневно в блоке содержания должна проводиться процедура обеззараживания, при необходимости чаще, трижды в день посредством пневматической трубы. SCP-2075 надлежит снабжать водой, в бутылках и капсулами с питательными веществами. Все взаимодействия с SCP-2075 следует проводить через удаленный микрофон. Окна для наблюдения выполнены из ламинированного бронестекла. При любых повреждениях камеры содержания, ремонтные работы следует проводить исключительно в костюмах высшего класса защиты. SCP-2075-A следует уничтожить путем сжигания и утилизировать согласно протоколам утилизации токсичных отходов, если только директором зоны не санкционировано их исследование. Биоптаты должны храниться в индивидуальных криогенных контейнерах. SCP-2075 был поставлен на содержание в секторе Г, биологической зоны содержания 66, после его перемещения из отдела П, ГРУ, 1991 года, вскоре после распада СССР. Описание. На текущий момент SCP-2075 является 63-летним мужчиной европейской внешности, ранее известным как Алексей Кравчук. В прошлом охранник, работавший на отдел П, ГРУ. SCP-2075 выдыхает микробный патоген, вызывающий радикальные неврологические изменения. Индивиды, зараженные SCP-2075, классифицированы как SCP-2075-A и считаются частью SCP-2075. После изначального заражения SCP-2075 способен проявлять свои аномальные эффекты вне зависимости от расстояния и сохраняет контроль на протяжении неопределенного времени, пока SCP-2075-A не будет уничтожен. Эксперименты с участием сотрудников класса D позволяют предположить, что SCP-2075 способен одновременно использовать SCP-2075-A как собственное тело. Если основной носитель уничтожен, выживший SCP-2075-A станет действующим SCP-2075, проявляющим аномальные патогенные свойства. SCP-2075 не способен контролировать более одного SCP-2075-A в одно и то же время. SCP-2075 с большой охотой идет на контакт с сотрудниками организации. SCP-2075 заявляет, что родился в 1204 году н.э. Заявленный как дата рождения 6712 год оказался при дальнейших расспросах, основанном на ныне устаревшем византийском летоисчислении. Записей, которые бы могли подтвердить это заявление, не существует. Если оно правдиво, то возраст SCP-2075 на момент постановки на его содержание организации в 1991 году составлял 787 лет. SCP-2075 предпочитает говорить на русском языке, но также показал свободное владение английским, немецким и архаичным уральским языком, не совпадающим ни с одним из известных вариантов этой языковой семьи. Субъект владеет грамотой, но до сих пор не требовал литературы или письменных принадлежностей. Интервью. 1991. Опрашиваемый SCP-2075. Опрашивающий доктор Альберт Кроненберг. Примечание. Первое интервью с SCP-2075 после его успешной перевозки и постановки на содержание в Биозоне 66. Начало записи. 13 часов 6 минут. Доктор Альберт Кроненберг. Добро пожаловать, SCP-2075. Надеюсь, вам удобно? SCP-2075. Уф, да, весьма. Доктор. Хорошо, я бы хотел задать вам несколько вопросов. Отвечайте, пожалуйста, честно. SCP. Конечно. Я человек кристальной честности. Задавайте свои вопросы, доктор. Доктор. Принял к сведению. Во-первых, как вас зовут? SCP. Какая разница? Вы будете звать меня, как вам заблагорассудится. Я карцист Варис, доктор. Карцист? Это имя вы получили не при рождении, я полагаю? SCP. Это титул, доктор. Но и как имя он не хуже любого другого, который я бы мог дать вам. Имя, которое когда-то принадлежало этому лицу. Плохо подходит, нет? Доктор. Очень хорошо. Вы знаете, зачем вы здесь, SCP? Затем же? Зачем цари держали меня в подземелье? Затем зачем Сталин проводил опыты? Вы боитесь, доктор? Так же, как и они, доктор. Пожалуйста, объясните свою аномальную природу, если можете. SCP. С тем же успехом можно объяснить Солнце, Луне. Доктор. Вы попытайтесь. SCP. Когда я был мал, церковь говорила о двух мирах. Один плоти и другой духа. Это неверно. Нет совершенства в двойственности. Я узнал о единстве всего. Скажите, каково ощущение от желтого цвета? Я знаю, вы можете сформулировать что-то с помощью науки, но никакие слова не переведут опыт. Моя природа весьма схожа с этим. Я могу показать вам. Заходите, доктор. Доктор. Думаю, на этом мы пока остановимся. Спасибо за уделенное время. Конец записи. 13 часов 9 минут. Интервью. 1992. Опрашиваемый SCP-2075. Опрашивающий доктор Альберт Кроненберг. Примечание. Седьмое интервью с SCP-2075. Разговор нацелен на восстановление пропавших отчетов отдела П. ГРУ. Начало записи. 14 часов 30 минут. Доктор Альберт Кроненберг. Когда вас впервые поместили под стражу? Отдел П. ГРУ смог предоставить лишь немного документации, относящейся к вам. Якобы был какой-то пожар в 55-м. SCP. Это было до отдела ПГРУ. До Ленина, Сталина и революции. Это было смутное время, ага. Смутное время было периодом политического кризиса в России, последовавшем за закатом династии Рюриковича в 1598 году и завершившегося в 1613 году утверждением династии Романовых. В Новгороде я обращал людей в свою веру. Разносил добрые вести. За 30 лет до этого случилась резня. И везде, где я ходил, я ощущал присутствие мёртвых, наваленных грудами. Крепостные, шляхты, бояре. Все они были рады принять меня. Кроме одного, дорогой доктор. Нашёлся на меня один клеветник. Доктор, пожалуйста, продолжайте. SCP. Архиепископ православной церкви. Объявил меня колдуном, еретиком и богомилом. Богомилы были гностической сектой, основанной в 10 веке. Ничем из этого я не был. Каков наглец. Он разбудил в толпе ярость. Меня порвали на кусочки. Я видел всё издалека. Доктор. Вот как? Опишите мне ваши ощущения. SCP. Умираете ли вы, когда теряете палец? Хихикает. Уничижительное это ощущение, когда часть тебя уничтожают. Доктор. Интересный рассказ. Но я спрашиваю о другом. Когда вас впервые арестовал отдел ПГРУ. SCP. Вы весьма нетерпеливы. Я же могу ждать целую вечность. Конец записи. 14 часов 35 минут. Интервью. 1926 года. Опрашиваемый. SCP-275. Опрашивающий. Доктор Альберт Кроненберг. Примечание. 43-е интервью с SCP-275. Разговор нацелен на восстановление недостающей информации о происхождении и пределах аномальных способностей. Начало записи. 14 часов 30 минут. SCP. Доктор всегда в радость. Да, разумеется, я хотел поговорить о ваших способностях. SCP. А, дорогой доктор, мы уже через это проходили, разве нет? Доктор. Всегда ли вы могли контролировать других? SCP. Это был дар, полученный давным-давно. С прикосновением Иона, великого корциста святилища. Я был обращен в веру. Доктор. Да, я пришел к выводу, что вы окружили свою способность суевериями. SCP. Я сразу понял, что вы язычник. Вы окружаете себя гнусными машинами, как те, кто жаждут починить то, чего никогда не было сломано. Доктор. Сломано? SCP. Последователями хан. Доктор. Стало быть, вам известно о церкви разбитого бога? SCP. Очень многие. Они отлучены. Доктор. О них мы поговорим позже. Скажите, кто такой Ион? SCP. Верховный жрец святилища. Великий корцист. Наш бессмертный, вселюбезный отец. Возможно, дорогой доктор, однажды вы встретите его святейшество. Доктор. А что такое святилище? SCP. Святилище это очень старый город. Путь в земли обетованной лежит только через любовь и гармонию Иона. Доктор. Понимаю. Я бы хотел спросить вас насчет вашей аномальности еще раз. SCP. Гру звали их мясными куклами. А они не куклы. Как целое, мы едины. Доктор. Как действует патоген? Вы переносите свое сознание или изменяете их собственное, чтобы оно действовало в ваших интересах? SCP. Дорогой доктор, воображение ваше небогато. Скажите, стоит ли конечная жизнь проживания? Я слышал о вашей жене. Моя душа искренне болит за вас. Доктор. Это интервью окончено. Конец записи. 14 часов 35 минут. Доступ к информации только для сотрудников 4 уровня и выше. Объект. Номер SCP-2075. Класс объекта. Кетер. Особые условия содержания. На данный момент, 2014 года, SCP-2075 не содержится и его местоположение неизвестно. Описание. SCP-2075 представляет собой обобщенное сознание, на данный момент занимающее неизвестное число носителей. SCP-2075 выдыхает микробный патоген, вызывающий радикальные неврологические изменения. Инфицированные SCP-2075 являются SCP-2075-A и считаются частью SCP-2075. SCP-2075 способен проявлять свои аномальные эффекты вне зависимости от расстояния и сохраняет контроль на протяжении неопределенного промежутка времени. Если SCP-2075-A не будет уничтожен. Камера наблюдения зоны 66. 24.00. Трое мужчин входят в зону содержания. Они идентифицированы как Альберт Кроненберг и сотрудники безопасности. Джейкоб Д. Мур и Джонатан Ли. Доктор Альберт Кроненберг, вы просили разговора со мной. Я не на побегушках у вас, SCP-2075. SCP-2075. И тем не менее, вас позвали и вы пришли. Доктор Альберт Кроненберг. Звучно вздыхает. Мое терпение уже давно истякло. Говорите, не растекайтесь, SCP. Я достаточно увидел в этом месте, теперь я покину вас. Доктор, вы угрожаете нарушением содержания, SCP. Я долго смотрел у вас из-за плеча. Сказать по правде, человек, которого вы видите в своей клетке, мог бы уйти, когда только пожелал. Я думаю, вы неверно оценили сумму моих частей. Скажите, заперев конечность осьминога, разве вы заплете осьминога на самом деле? А у этого столько свободных рук. Доктор, что это значит, SCP? Мое содержание, оно никогда на самом деле не имело значения. Я всегда вот вполне свободен. Повернитесь направо, доктор, улыбнитесь в камеру. Посылается сообщение. Доктор бросает беглый взгляд в камеру наблюдения. SCP. И поднял Ион шесть пальцев вверх. И пронзили тогда воины себя копьями. Джейкоб де Мур. Во имя твое, закричали они. И кровь хлынула из их глоток. И сказал Ион. Теперь ты видишь? Джонатан Ли. И заплакал Надекс. И другие воины пронзили себя копьями во имя Иона. И теперь он видел и знал истину в своих словах. Доктор. Охрана, охрана. Доктор Кроненберг, судя по всему, пытается справиться с офицером безопасности Ли. Теперь ты видишь? Офицер безопасности Ли держит доктора Кроненберга. В это же время офицер безопасности Мур наносит ему удары кинжалом церемониального оформления в живот. Орудию позже приписан статус аномального объекта. Видео обрывается. Камера наблюдения уничтожена. В результате прорыва блока содержания SCP-2075 служба безопасности была поднята по тревоге. Аморфная масса плоти и костей значительного размера уничтожила или привела в дни. Негодность защитные механизмы. Сектор Г был затоплен трехфтористым хлором, уничтожившим биологический агент. Были понесены тяжелые потери, в числе которых 56 человек убитыми. Сектор Г был объявлен полностью потерянным. В данный момент ведется его реконструкция. ДНК, найденная по всей площади сектора Г, совпала с таковой доктора Альберта Кроненберга, считающегося погибшим. По результатам расследования было установлено, что Джейкоб Д. Мур и Джонатан Ли являлись частью SCP-2075. За каждым числились более 10 лет показательной службы в организации. Неизвестно, как они впервые оказались связаны с SCP-2075. Но считается, что это произошло до вступления в фонд. В секторе Г были найдены останки, содержащие их ДНК, ровно как и останки ДНК самого объекта. Принимая во внимание истинные способности SCP-2075, считается, что объект никогда полностью не содержался, ни отделом ПГРУ, ни организации. В черте сектора Г был обнаружен кольцообразный объект, выполненный из палладия, весящий 2,2 кг с обхватом 22 см. Объект неаномален и изображает Ураборос, считающийся символом религиозного толка. Были проведены розыски сотрудников отдела ПГРУ, имеющих отношение к первоначальной постановке на содержание. Все причастные лица числятся либо погибшими, либо пропавшими без вести. Продолжение следует...